В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители рабочего поселка намерены объявить голодовку. Отсутствие питьевой воды вынуждает население идти на крайние меры. Что мы не люди? Мы все тут одни старухи по этой улице живут и за полкилометра в колонку за водой ходим. Это ж не дело! Во дворце культуры горняков прошли торжества в честь праздника Мауллид, дня рождения пророка Мухаммада. Знаменитая казахская борзая Тазы сегодня находится на грани исчезновения. 20 лет без воды. Жители улицы Молдавская рабочего поселка нуждаются в питьевой воде. Подводя коммуникации, чиновники провели трубы лишь до середины села. Теперь население разделилось на две части. Одни имеют благо коммуникации у себя дома, другие возят воду из колонки. Расположена она не так близко. Почему власти решили обделить народ узнавала Аймамрина. Вот такие фляги у жителей рабочего поселка есть в каждом доме. Они набирают в них воду и возят за 2-3 квартала. Правда, сегодня набрать воды, по-моему, не получится. Вода в колонке замерзла. Утро жителей начинается с похода за водой. Колонка, расположенная в другой части населенного пункта, единственный источник живительной влаги. Старожил Мерхат Гафурулы готовит емкость и самодельную тележку еще с вечера. Но две небольшие фляги не могут удовлетворить потребность семьи. «В прошлом году, когда проводили водопровод в наш поселок, мы надеялись, что заживем как люди. Приходили чиновники, сказали, чтобы мы заплатили около 2000 тенге на какой-то счет. Жители заплатили, но воды так и не видели. Обидели нас». Население поселка зачастую просто сидит без воды, ведь зимой колонка замерзает. Людям приходится выпрашивать воду у соседей, которым провели водопровод. «Мы живем как на периферии. Что, мы не люди? Мы все тут одни старухи по этой улице живут и за полкилометра в колонку за водой ходим. Это ж не дело». Жители не понимают, почему их обделили. Ведь они заплатили деньги на счет градостроительного кадастрового центра. Заняться водопроводом самостоятельно они не могут. «Все деньги они себе в карман положили. Воду они должны нам бесплатно провести. Как всем улицам? Всем улицам провели в том году. Три-четыре улицы они бесплатно всем сделали. А до дома мы сами уже должны провести». В отделе строительства пояснили, проведенные ранее водопроводные сети предназначались только для пострадавших от паводков. Но о проблеме остальных сельчан знают и решают. Сейчас готовится проектно-сметная документация на проведение внутриквартальных водопроводных сетей. В план войдут 13 улиц с протяженностью 13 километров. Как только бумаги будут готовы, чиновники подсчитают расходы и начнут работу. «Мы провели по поручению руководства на тех улицах, где в 2013 году после подтопления, вы помните, были разрушены ряд домов. Эти дома мы восстановили. И соответствующее было поручение руководству области, «Коль мы построили новые дома, давайте обеспечим их централизованными услугами». В данном случае хотя бы водопроводом». Сколько еще жителям поселка ждает благ цивилизации, остается под вопросом. Уставшие от постоянного отсутствия воды, люди просят руководство области обратить на них внимание. «Если чиновники не примут меры, мы просто устроим голодовку», – заявляют они. Аймам Рина Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Праздник Маулет – день рождения пророка Мухаммада. Для мусульман это самый величественный религиозный праздник. В этот день ведется молебень, в котором содержатся слова восхваления и почитания пророка Мухаммада. С этой целью карагандинцы собрались во Дворце культуры горняков. Среди гостей был и глава области Нурмухаммед Абдебеков. Имамы Караганды начали праздничный вечер с чтения Корана для всех собравшихся. Присутствующие посмотрели историко-документальный фильм о жизни пророка Мухаммеда и об истории мусульманства. Далее журналист из Астаны прочитал монолог Абу Бакира о любви и верности пророка. Поздравляю всех с этим великим и светлым праздником. В нашей стране мы поддерживаем все религии. Желаю успехов, благополучия и здоровья всем присутствующим. Благодарю всех карагандинцев. С праздником! В праздничном зале был открыт уголок восхваления. Собравшись, сказали о пророке более пяти тысяч восхвалений и в благодарность организаторы раздавали гостинцы. Мероприятие посетили и Акыны, Клегиан Адилов и Дидар Камиев. Они подарили гостям великолепную игру на домбре. Акыны воспевали мусульманскую религию. Начальник управления мусульманской религии отдела религиозных дел Камалжан Турдебаев подчеркнул, что подобные мероприятия нужны нашему обществу для духовного воспитания населения. Маулит – это мусульманский благотворительный праздник. Нужно быть характером, как пророк Мухаммед, со светлой душой, скромным, добродушным и открытым человеком. Пророк был очень добрый и никогда не мстил врагам. После официальной части торжества всех гостей ждал праздничный дастархан в городской мечети номер один. Асер Сазамбаева и Сламбек-Успан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Рост цен на продовольственные товары в Карагандинской области за прошедшую неделю не наблюдался. Наоборот, некоторые овощи и фрукты подешевели на 20%, в том числе и огурцы, стоимость которых ранее вызвала ворю негодование главы региона. Сегодня в Акимате были обсуждены дополнительные меры по сдерживанию цен. По информации департамента статистики, цены на продовольственные товары за прошедшую неделю повысились незначительно. Этому поспособствовала беседа, которую провели с предпринимателями. Подорожали крупа овсяная, сахар, пшено и молоко. Из овощей подорожали лук репчатый на 4,3%, свекла на 2,2%. И при этом подешевели картофель на 2,9%, капуста белокочана на 2,4% и морковь на 1,3%. По остальным, в принципе, стабильная пока цена держится. Статисты рассказали о снижении цены на огурцы и помидоры. Аким области отметил, что такую работу нужно проводить и в отношении других продуктов питания. Из той группы продовольственных товаров, которые не входят в корзину продовольственную, но являются на сегодняшний день достаточно чувствительными для нашего населения, давайте по ним отдельно еще поработаем. Думаю, что можно найти общий язык с нашими предпринимателями. Цены на лекарства тоже остались на прежнем уровне. В области действует 28 социальных аптек. Людям посоветовали покупать медикаменты именно там, ведь цены в них на 15-20% ниже рыночных. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. История той войны написана кровью наших соотечественников и слезами их матерей. В Караганде, в Парке Победы, прошел митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. К подножию монумента погибшим солдатам были возложены цветы. В этот день, 27 лет назад, завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте – войне в Афганистане. Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских военных. Воины-афганцы встретились в Парке Победы. Кто-то вспоминал о страшных годах войны, кто-то просто был рад увидеть старых знакомых. Спасибо вашему руководству, что нам тут приняли, сделали нам торжественную часть. Мы у Сабайского района помнят нас, руководство ждут. Я поздравляю всех ребят, афганцев, с этим великим праздником. Всем здоровья, счастья, удачи. Желаю держаться, главное, афганцам держаться, не сдаваться быть дружными. К сожалению, не у всех воинов было праздничное настроение. Манат Амиров уже около 10 лет борется за свои квадратные метры. За столько лет очередь подвинулась только на 700 человек. В свои 60 воин-афганец снимает квартиру. Теперь вот не знаю, где только не был, в Акимате везде там все, ну, отфутболивает, короче. Даже не запускает никуда. Записывался в городской Акимат, там три месяца стоял записи. И это, вот он оттуда с воин, говорит, нет, сегодня не приходите, на совещание уехал. И так, так, и вот года проходят, и никто не мог. В Карагандинской области всего проживает около 2000 воинов, а в нашем городе более 800 афганцев. У каждого из них есть свои проблемы, и они постепенно решаются. В фирменном магазине «Горячий хлеб» на улице Жильтохсан, нового Балхашского хлебозавода, появилась еще одна витрина. Вывеска над ней гласит, если вы нуждаетесь, можете взять хлеб бесплатно. Так, руководство хлебокомбината помогает обеспечить незащищенные слои населения самым главным продуктом – хлебом. Пенсия, конечно, немножко сложности, так что, если когда иногда возьмешь бесплатный хлеб, то это большое вам спасибо. И пусть эта акция продлится как можно дольше. По-моему, она больше помогает, конечно, нам, пенсионерам, у кого маленькая пенсия, и особенно у кого много детей. Данная акция позволила балхашцам почувствовать внимание и заботу. Несмотря на кризис, это доброе дело будет иметь свое продолжение. Очень хорошо, что витрина стоит отдельно, и можно подойти, самой взять хлеб. Это не унижает достоинства. Очень хорошо, спасибо. Тут, тут сделала. Государство хоть и отпустило цены на хлеб, но мы относимся с этим, с пониманием. Хорошо, что витрину сделали на хлебозаводе. Можно свободно подойти, пенсионеру взять бесплатно. Ассортимент хлебобулочных изделий на «Балхашнан» постоянно расширяется. На сегодняшний день выпускается более 65 наименований. В отделе реализации заверяют, что продукция вся раскупается и остатков не бывает. Это позволяет балхашцам получать всегда свежий хлеб. С сегодняшнего дня ведутся масштабные работы по выборам кандидатов в областные, городские и районные маслехаты. Всего по области зарегистрировано 612 кандидатов. В их число вошли спортсмены, общественные деятели, люди образования и здравоохранения. К примеру, к кандидатам в депутаты маслехата Нуринского района подала заявку Татьяна Юнгенштейн, работник образования. Я всерьез хочу обратить внимание на состояние улиц. Хотелось бы отремонтировать освещение. Знаменитая казахская борзая Тазы может стать достоянием другой страны. У себя на родине эта порода собак находится на грани исчезновения. Какие меры приняли в Казахстане, расскажет Екатерина Афанасьева. Тазы можно назвать предком всех борзых пород. Образовалась она именно на территории Казахстана. Эта собака универсал. Помимо того, что сама находит зверя, она развивает высокую скорость и ловит абсолютно любую жертву. Тазы еще и способны принести хозяину дичь, если размер позволяет. В древности эту собаку держали в юртах и только баи. Однако сегодня собака находится на грани исчезновения. Целью этого мероприятия у нас сейчас в апреле месяце предстоит признание Тазы на международном уровне. Международная организация ФЦИ будет признавать нашу породу. Если нам повезет собрать тысячу уголов с известным происхождением, то Тазы останется за Казахстаном. В случае, если мы не сможем собрать, не успеем, то могут турки или россияне присвоить эту породу и ее назвать своим именем. В силу этого вся наша работа будет зависеть от этих стран. На выставке собралось около ста питомцев со всей Карагандинской области. Однако сертификаты, подтверждающие, что порода собаки именно Тазы, вручили 49 участникам. Собаки выполняли различные задания, бегали на скорость, а жюри их оценивали. Организаторами выступил конный клуб «Кайрат». Цель этого мероприятия – узнать, сколько Тазы у нас в области. Мы хотим сертифицировать их и участвовать в дальнейшем международном конкурсе. Эта порода очень распространена как у нас, так и в России. Мы хотим доказать, что родина Тазы – Казахстан. Дастан Сыздыкбаев вместе со своим любимцем приехал из Каркаралинска. Каркаралинсы привезли 10 собак. Участники выставки верят, что сегодня необходимо проводить подобные мероприятия. Тазы – это истинно казахская собака. Наши предки никогда не выходили охотиться без них. Они очень чуткие животные. Мы бы хотели, чтобы эту породу собак разводили в Казахстане и нас признали на международном уровне. Работа по сбору документов началась еще в 2013 году. Уже есть 500 зарегистрированных Тазы. Организаторы Карагандинской области, чтобы наладить связь между регионами, посетили Павлодар, Казаларду, Шенкент, Актюбинск и Атырау. За время этих поездок удалось собрать около 200 собак с известным происхождением. Осталось добрать немного. Организаторы верят, что смогут добиться признания Тазы на международном уровне. Екатерина Афанасьева, Исламбек Осман, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Жизнь без ограничений возможна. По таким лозунгам в Караганде прошел первый в Казахстане кубок по спортивным бальным танцам среди людей с ограниченными возможностями. Самое печальное, что коляски у наших спортсменов оказались самыми неудобными. Но, несмотря на это, танцоры не переставали удивлять. Подробности у Айма Марины. Айдана Нуртазина В мероприятии участвовали и мужчины. Они показывали свою пластику наравне с дамами. Организаторы кубка отмечают значимость такого рода состязаний для колясочников. Ведь танец помогает им не только реабилитироваться в жизни, но и найти вторую половинку. Наши ребята в 2014 году выиграли, заняли серебряные и две бронзовые медали на Паралимпийских азиатских играх в городе Инчихон, Южная Корея. Также в прошлом году на чемпионате мира наша девочка Наргиза Ахметова заняла третье место чемпионата мира по номинации фристайл соло. И до этого у нас тоже были кубки мира, где наши ребята участвовали и занимали призовые места. Со слов организаторов, у карагандинских танцоров большой потенциал. В кубке приняли участие более 30 человек. Все они были отмечены призами. А лучшие из лучших поедут защищать честь своих областей на чемпионат республики, который состоится в начале марта в Алматы. Аймамрина Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Боль в спине – самая распространенная проблема населения. Сегодня в клинике Гиппократ прошел день открытых дверей для тех, кого беспокоит этот недуг. Таких оказалось немало. Каждый пациент получил бесплатную консультацию и прошел осмотр. А также все посетители получили скидку на лечение 20%. Сегодня принимают у нас три невролога, врачи высшей категории. Один из докторов – кандидат медицинских наук. Поэтому карагандинцы получат грамотную квалифицированную консультацию, бесплатную. В наше время это очень важно. Жена Цыздыков пришел в клинику Гиппократ пять лет назад. Пациент жаловался на острые боли в ноге. При осмотре выяснилось, что причина – межпозвоночная грыжа. И тогда мне предложили лечение здесь, в Гиппократе. И очень хорошо помогло мне. Я выровнялся, оставил палочку и хожу, вот уже сейчас вот так и хожу. И в принципе с первого же курса лечения очень хороший был результат. Очень хороший, потому что на третий уже сеанс этого лечения я уже оставил палочку и уходил уже самостоятельно. Жена Цыздыков вылечился. Сейчас проводит профилактические процедуры. За это время врачи и пациент стали хорошими друзьями. Очень мне нравится в этой клинике Гиппократ проходить лечение. Люди очень хорошие, отзывчивые, очень хорошо встречают здесь. Только два года не был, появился, все так обрадовались, как будто я родной их человек. И мне очень нравится здесь, это моя клиника уже, будем говорить. Здесь мои карточки, здесь мои снимки, здесь все мои. И мои врачи, все мои. И они мне как друзья. Сюда я с удовольствием прихожу. По словам врачей клиники Гиппократ, боль в спине – это самая распространенная жалоба больных. Поэтому для пациентов предлагается большой набор реабилитационных мероприятий. Это магнитотерапия, это парафинотерапия, массаж, различные виды соляных обертываний, допустим, соляные обертывания, крио-сауна. Мы делаем динамическую электронную растимуляцию мышц. И самое такое ответственное и единственное по всей республике вид лечения – это декомпрессионное лечение позвоночника на аппарате Акуспина. Благодаря такому аппарату пациент может полностью избавиться от протозии и грыжи, если она небольшого размера. В данное лечение входит около 40 процедур. Врачи замечают, что многие пациенты не сразу обращают внимание на боли, не приходят вовремя на прием или же занимаются самолечением. Без какой-либо консультации пользуются гелем, мазью, ходят на мануальный массаж без обследования, что чревато разными последствиями. В этом плане народ очень незапритательный, каких только глупостей не наслушаешься, что они там делали в домашних условиях. Прогревают обычно грелками с водой, тоже очень сильно обостряют боли в спине. Горячие ванны тоже нежелательно принимать. Сегодня более 60 человек прошли обследование, получили направление на лечение и скидку 20% на все виды услуг клиники. В планах Гиппократа провести день открытых дверей по гинекологическим заболеваниям. Лариса Хусейнова, Толиген Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Массовый лыжный забег организовали школьники и студенты Караганды. Эстафета за здоровый образ жизни стартовала в поселке Узинка. В ней приняли участие около 300 человек. Каждый из них получил сертификат. Ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы Лаура Жармухамед участвует в лыжных соревнованиях не первый год. Ее на лыжи поставил отец. Девушка с удовольствием участвует в массовом забеге. Считается, заниматься спортом не только полезно, но и модно. Ведь на таких мероприятиях можно познакомиться с целеустремленными сверстниками. Я пришла отстаивать часть своей школы. Мы постоянно участвуем в различных спортивных соревнованиях. Конечно же, это очень здорово. У меня здесь радость. Тут все такие спортивные, такие амбициозные. В забеге приняли участие все желающие. У каждого был свой номер. Со слов организаторов, проводится мероприятие в Узинке не случайно. Его цель – привлечь как можно больше молодежи. Мы будем это как можно чаще проводить и для вовлечения молодежи в массовый вид спорта. Управлением по вопросам молодежной политики запланированы ряд мероприятий по привлечению подрастающего поколения к спорту. Организаторы уверены – совместный досуг – лучший интернет-плена. Все участники забега получили сертификаты и сделали фото на память. Аймамрина Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Увидимся в эфире. До свидания.